Видео подготовлено сайтом online-gdz.net. Задание 19.18. Найдите наибольшее и наименьшее значение функции. Функция такая y равно минус 2 делить на x плюс 2. Мы начнем с того, что построим график этой функции. А построение мы выполним так. Мы вначале построим гиперболу. y равно минус 2 делить на x. А затем эту гиперболу, согласно правилу, поскольку здесь у нас аргумент плюс 2, то мы эту гиперболу просто сдвинем на 2 единицы влево. И тогда получим график данной функции. Итак, начинаем построение. Строим гиперболу y равно минус 2 делить на x. Задаем положительные значения аргументу x. x единица y минус 2. x2 y минус 1. x4 y минус 1 вторая. x плюс 1 вторая. y минус 4. Проводим первую ветвь гиперболы. Теперь задаем отрицательное значение. x минус 1. y плюс 2. x минус 2. y плюс 1. x минус 4. y плюс 1 вторая. x минус 1 вторая. y плюс 4. Проводим через точки вторую ветвь гиперболы. Итак, мы построили гиперболу. y равно минус 2 делить на x. А теперь мы эту гиперболу сдвинем влево на 2 единицы. И вот получим гиперболу. Вот такую гиперболу. Асимптота при этом будет проходить через точку x, равная минус 2. Вот она, асимптота. Здесь значение x минус 2. И вот мы получили такой график. Этот график соответствует функции y равно минус 2 делить на x плюс 2. И теперь, пользуясь этим графиком, мы ответим на вопросы. В пункте А x принадлежит отрезку минус 4, минус 3. Найдем этот отрезок. Вот минус 4 точка, вот минус 3. Теперь поднимем перпендикуляр до перечисления с графиком функции. Получим точку пересечения. Из нее перпендикуляр на ось y. Получим значение единица. Теперь из точки минус 3, тоже поднимем перпендикулярно до точки пересечения. Из нее перпендикуляр на ось y. Получим значение 2. На этом отрезке функция монотонно возрастает. Причем она возрастает от значения 1 до значения 2. Это на краях, в крайних точках этого отрезка. Эти точки входят в область этого промежутка. Значит, тогда мы можем записать, что y минимальная. будет равно плюс единица. Ну, это при х, равном минус 4. И у максимальное будет равно 2. При х, равном минус 3. Пункт В. В пункте В. Х принадлежит лучу от 2 до плюс бесконечности. Так, вот у нас 2. Значение 2. Так, из этой точки мы опускаем перпендикуляр до пересечения с графиком. И теперь из точки пересечения опускаем перпендикуляр. Получаем значение здесь минус 1 вторая. Минус 1 вторая. Так, теперь на этом промежутке, на этом луче от 2 до бесконечности значения функции растут. Поэтому мы можем сказать, что y минимальная равно минус 1 вторая. А вот y максимальная максимальная не существует. Так, пункт В. В пункте В х принадлежит полуинтервалу от минус 2 до 0. Вот этот полуинтервал от минус 2 до 0. Так, ну, в точке минус 2 значение функции вообще не определено. Ну, а в точке 0 значение функции равно минус 1. Минус 1. Тогда это значение получается. Вот этот участок функции, который изменяется при х от минус 2 до 0. И тогда у нас получается, что y максимальная у нас равно минус 1. А вот y минимальная не существует. Так, и последний пункт Г. х принадлежит отрезку от минус 1 до 0. И минус 1, и 0 эти точки включены. Опускаем тогда перпендикуляр из точки минус 1. Получаем точку пересечения. Из нее мы опускаем перпендикуляр на ось y. Получаем значение 2. Значит, функция изменяется от 2 до 1. Если х изменяется от минус 1 до 0. Поэтому существует и максимальное, и минимальное значение. y максимальное равно минус 1. y минимальное равно минус 2. Задание выполнено. И если вам понравилось видео, смотрите видео решения остальных заданий на нашем сайте. Субтитры сделал DimaTorzok